Аплодисменты Возьмите, пожалуйста, руку, кто занимается сетевым маркетингом, но не в моей команде, приглашенными на сетях. Какой опыт давно? Пять лет. Пять лет? Хороший уже опыт. Если заниматься на полную катушку. Не на полную катушку. А еще у кого какой? Какой? Десять лет? На полную катушку или так? На полную катушку. И тем не менее вы здесь. Почему? 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 Наверняка в компании есть какие-то тренинги, да, там есть учитель, есть тренинги, есть какие-то вебинары, все это есть. Но нет того, что хочется. А хочется что? Денег побольше. Денег побольше. То есть, почему вы пришли, потому что вы недовольны, может быть довольны, но не совсем, то есть хотели бы улучшить свой результат, правильно? А что вам нужно, допустим, я вообще влюблен в эту индустрию, я смотрю, ну такова жизнь. Вот мы сейчас приехали в гостиницу «Сокол», а там люди с Украины. Кого затрагивает этот вопрос? Вот это, то что происходит сейчас с Россией, то что происходит сейчас со славянами, с христианами и не только. Кого это задевает сейчас? И ты начинаешь что-то понимать в эти моменты, ты согласен? Ты начинаешь на что-то по-другому смотреть. Потому что на самом деле мы люди, да, и что-то нас объединяет, в особенности христиан и славян тоже, и не только славян. Я считаю, что такое понятие как русский – это не национальность. Национальность – это практически нация, а не национальность. Потому что русский – это татари, это евреи, это состояние духа русского. Нет национальности русской, есть нация русская. А в эту нацию уходит тысяча национальностей, и мы можем нормально жить. то есть принимая другие народные народности и вероисповедания других людей так нет и вот это отличает как раз нас от других нас но к чему я говорю некоторые вещи поражают например ну вот бомбят допустим город почему люди не уезжают но у меня дом а зачем тебе мертвому дом у меня там машина там дом или квартира или работу даже то есть некоторые люди ходят на работу вот мы разговаривали с женщиной ты знаешь у нас такого-то года по такой то больше пяти лет вообще зарплату не платить шахтер то есть им она сказала 50 копеек и рубль 50 копеек в течение нескольких лет а люди продолжают ходить на работу это же сумасшествие но самое интересное в сетевом бизнесе вот точно так же люди и поступают то есть ты что-то делаешь ты прикладываешь 5 лет усилия там 7 лет 10 я сетевом бизнесе 14 лет прикладываю силы и ты не получаешь то зачем ты сюда пришел и все равно ты входишь за рубль 50 опять же я не об этом так вот мы поехали в крым в мае месяце вот прям перед сезоном для числа 15 мы ехали до числа 15 ну во первых самим посмотреть вообще тут не то что там происходит ну а во вторых потрясающее место и пока мы там были продажа шли автоматически доход от сети шел автоматически то есть пока мы отдыхаем у нас бизнес не пострадал а наоборот даже вырос потому что насколько насколько я помню там было заключено несколько сделок хороших по дороге вот у нас сейчас есть бизнесе такой есть это а вы мне отвечаете пожалуйста вот сейчас есть какой бизнес если он допустим ты не будешь ничего делать не будешь людей приглашать не будешь продажи делать у тебя будет идти доход я сейчас задаю вопрос людям которые приглашены какое-то время да пока пока не сдуется давайте так я задам вопрос вы будете на них отвечать какие основные проблемы с чем вы сталкиваетесь вот если это решить тогда все будет нормально то есть я получу это достаточно да какие проблемы очень что что стоит лучше как не я говорю проблему какие вот допустим научить человека продавать эту проблему конечно а некоторые вообще не будет продавать да вообще в общем то 95 процентов не любит продавать я обалдею продавать хотя ненавидел продавать просто я понял что это такое то есть мне просто дали осознать что такое продание еще какие проблемы есть с чем вы сталкиваетесь научить приглашаться в основном в основном когда у тебя уже есть люди которых ты включил в основном это вопрос обучения кто с этим согласен да почему вот допустим я свою историю задену сейчас конечно у меня бизнес очень сильно изменился но когда я пришел только в сетевой бизнес мне сказали вот себе приглашение выучить кому так более кто-то выучил кто-то не выучит ладно выучил приглашение начинаешь звонить сталкиваешься с негативом кто это проходил совершенно верно потом ну ладно начали приходить нужно приобрести навык рандеву правильно начал рассказывать не включаются нужно приобрести навык завершать сделку вот возьмем вот этот период в сетевом бизнесе вы его прошли кто прошел кто на 1 находится на каком этапе есть люди которые понимают о чем я говорю я это прошел сколько у вас оба заняло время у меня это заняло время да я пахал я нас не говорил то есть год я пахал я делал по 100 звонков в день у меня ушло год чтобы я научился включать людей просто завершать сделку осознанно то есть на уже свою статистику отработал критическую массу и у меня люди уже включать год ушел вот это это для человека который преподавает усилия а тот который не преподавает усилий сколько ему время нужно смотрите один год один год чтобы стать мастер вот стать мастер почему потому что три месяца пока пока ты с приглашением в приглашении стал мастер потом ты вместе барьера сломал до чтобы хотя бы не думать что тебе подумают люди потом запомнить эту информацию потом только завершить сделку вот на это уходит у среднего человека год пока ты этого не умеешь делать и деньги будешь заработать год я деньги видел я вот у меня такой бизнес был что продукт не продаж и год я деньги выносил из дома первый год я не зарабатывал сетевом маркетинге год это вы проходили проходим то есть ты начал это не понимаешь да казалось бы мне показали деньги но я их не заработал а все по одной простой причине то есть нужно стать мастером вот тогда ты включил человека тебе компания заплатил ты продал продукт компания тебе заплатил только с этого ты можешь заработать то есть если вот работать по этой схеме когда нужно приготовиться к первым заработкам самому лично через через год так теперь пойдем дальше но мы же пришли сюда не пахать правильно основная это как бы основная цель почему люди приходят сетевой маркетинг потому что им показывают что помимо твоего личного труда ты будешь иметь какой-то процент от времени других людей так нет и почему люди приходят в сетевой маркетинг чтобы однажды делать то что хочешь сделать да а чтобы сеть уже работала так нет я не ошибаюсь то есть поехали дальше если ты потратил вот чтобы у тебя появились люди которые будут делать оборот с которым у тебя будут платить процент без твоих усилий сколько нужно еще время еще вот это чтобы научить тех людей как с кем ты конкретно общаешься первые линии всего маркетинге называется еще вот то есть ты сам можешь делать ну по разным по разным в разных компаниях разные планы но ты сам можешь делать там пятьсот тысяч долларов так нет потому сейчас все равно подтягивать друг другу планы подтягивать друг дружке потому что уже большой разницы нет вот и то есть сам лично на продажах и на включениях ты можешь делать пятьсот тысяч долларов чтобы увеличить доход тебе нужно еще один год чтобы люди научились делать пятьсот тысяч долларов чтобы тебе процент какой-то платили правильно когда ты это научил до человек пять-десять ты научил у тебя чек перещелкнет и у тебя где-то будет около трех тысяч долларов с математикой в порядке мне все так примерно два года это при условии что человек мотивирован что у него есть сил у него есть мотивации что он прикладывает постоянные усилия и что он не останавливается а вот из общего количества людей таких процентов 20 как правило а как я могу вообще изменить это как-то хотели бы изменить это как ускорить усилить и заставить что-то работать на себя знаете я просто сумасшедший лентяй почему я пришел своего маркетинг потому что я страшный лентяй я не люблю работать вообще вот я думал что это нехорошо до определенной поры пока не прочитал выражение билл гейтса он пишет дай лентяю самую тяжелую задачу и он найдет самый легкий способ это сделать я этим и занимаюсь еще легкий способ как это сделать и к чему мы пришли я вам не буду продавать в компанию которую я нахожусь потому что в любой компании можно сделать если у тебя есть определенные навыки если у тебя есть навык общения с людьми и ты прошел критическую массу по поводу продаж и по включения ты будешь деньги зарабатывать в любой компании если ты научился полюбить продукт а мы имеем на это силу влияние потому что я могу полюбить любой продукт зарабатывать в любой компании так нет и тогда сейчас на первый план становится что если раньше люди приходили на продукт то есть вас пришел на продукт если люди раньше на встречах задавали первый вопрос а расскажи мне маркетинг план то я думаю что сейчас сетевики взрослеют и все меньше и меньше людей задают этот вопрос и что же сейчас ищут сетевики потому что продуктов хороших их масса косметика обалденные во многих компаниях если допустим брать продукты по здоровье полно продуктов по здоровье можно выбирать разные модификации разные бутылочки большие маленькие какие хочешь все есть во всех компаниях и тогда что становится на первый план систем 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 а на самом деле люди правильно услышал человеческий фактор потому что если тебя человека тошнит это бесполезно какой-то бизнес а мы так устроим разные знаки зодиака там цифры разные да то есть либо мы подходят друг на друга либо нет кто-то ученик кто-то учитель учитель созрел возникает ученик и так далее и тому подобное если что-то не не подходит уже бизнес бесполезно но человеческий фактор и система и возвращаемся к моему лентяйскому ну а как же как же сделать так вот допустим включается у тебя человек включился я бы серьезно хочу бизнес твои действия какие тут она же есть шаги какие-то за методичками как какая-то есть и ты садишься с ним начинаешь тратить время что ты ему объяснишь первое ну первое что ну надо поставить цель правильно давай мы с тобой ничего будем делать вот такую-то сумму вот через год такая это такие-то вещи какие-то садишься ему просто элементарно объяснять как поставить цель нет или да то есть ты тратишь время и вот 8 человек из 10 ты вот с ними час потратил они развернулись и пошли заниматься чем раньше занимались раз ты это сделал второй потом мотивация группы я ничего не буду пока рассказала слово пока я какое-то время остаточный доход будет идти это о чем быть это это том пока я мотивирую группу вот есть оборот как только я стараюсь начинаю не мотивируетесь группу она сдувается ничего нет знакомой картинки тоже проблема правильно и и и и и вот система вот система называется система эксклюзив шанс но она слышали да что рекрутировать можно через интернет рекрутировать можно через интернет как это сделать и должна быть дубликация давай страничку но это вот как раз то о чем мы говорили чтобы включить человека нужно приобрести навыки на это уходит год дубликация очень сложно идет потому что самому нужно начать дублицирует тоже уходит какое-то время потом человек не может продать продукт мало кто умеет сразу продать продукт это проблема с этим маркетингом необходимо постоянно мотивирует людей пока мотивируешь идет товарооборот многие люди проходят все проходят этот этап есть квалификация но маленький доход потом перерабатывать негатив то есть мало кто это проходит нужно человека провести через это проблема тратить массу времени на обучение партнеров вот тут о чем я сейчас говорю потому что каждую тему самому объяснить то есть есть еще проблема преломления информации от первого источника успешного человека конечному человеку то есть мы люди через свою призму продали тоже проблем и так или иначе у меня возник вот первый год когда я делал бизнес я ничего не продавал у меня возник дом и склад когда дом и склад возникает возникает комплекс он никому нужен вот вам все проблемы с сетевого маркетингом а в остальном прекрасно когда ты все это пройдешь потом будет масса удовольствия вот и мы придумали систему мы придумали систему которая решает вот эти все вопросы системы называете эксклюзив шанс но давайте начнем как мы решили вопрос с продажами я где-то в интернет лазил лазил налазил узнал что есть есть разные виды рекламы просто сделал сайт сделал сайт настроила рекламу и у меня пошли продаж сколько тратите время на то чтобы продать один продукт сколько тратить время я сейчас говорю с людьми которые приглашены сколько тратить время допустим одну единицу продукта продать нужно позвонить нужно договориться о встрече не все придут какой-то процент пришел потом нужно ему это показать нужно завершить сделку сколько времени уходит на продажу одного продукта допустим сколько нужно времени чтобы продать 20 продукт 20 продукт сколько нужно время в прошлом месяце у меня ушло знаете сколько где-то плюс минус 250 единиц продукт знаете сколько времени потратить 10 часов хотели бы так хотели бы чтобы ваши первые линии точно так же продавать ну давайте не 250 давай что-нибудь поменьше возьмем потому что нужно определенные качества нужно иметь определенным образом с собой работать чтобы это происходило ну в общем-то это любой может сделать но все-таки к этому нужно прийти пусть 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 новичка чтобы уходила например 30 у людей которые у меня в команде это реально сделать 30 сколько уходят на это время новичок который вообще никаких навыков продаж не имеет он может это сделать для него это реально тогда мы убираем один год сжимаем один через месяц ваша первая линия делает 30 продаж это приближает момент остаточного дохода я задаю вам вопрос вы сюда пришли тогда используйте это время на полную катушку я сейчас с вами сетевом маркетинге говорю первый месяц второй месяц и человек делает 30 продаж и допустим 10 человек ты научил и они будут делать вот эти 30 продаж без тебя уже тебе нужно будет мотивировать сегодня бизнес поставлен так что некоторые люди хотели бы может уйти но не уходят потому что продолжать решили вопрос продажи то есть дали людям систему продаж но еще можно звонки сделать еще продать можно можно ну в общем-то люди немножко офигевать начинают да и начинают жиреть вот вот этого и достаточно вот следующий момент в общем то нужно дать людям систему легкой продажи и систему легкого репутинга и тогда нет вопросов вообще то есть тогда бизнес превратится в удовольствие с этим согласен смотрите вот страничка в общем чтобы у вас появилась вот такая рекрутинговая страница нужно чтобы я с тобой сел или человек который тебя с тобой сел и через 10 минут у тебя будет вот такая рекрутинговая страничка то есть не надо новичку изобретать не надо изучать какой-то хостинг мостинг все это регистрировать оплачивать это с ума сойдет что человек получил сразу он получил рекрутинговую страничку вот эта страничка она работает то есть это рабочий инструмент она работает у всех другое дело как человек думает но работает она у всех так здесь но определенным образом мы ее продвигая да вот там видно сейчас я приду там там емейл там телефон да здесь человек заходит вот на эту страничку он вводит свое имя вводит свой емейл телефон может сказать ввести проверочный код зарегистрировался и там есть кабинет личный ты захочешь этот кабинет видишь что в тебе человек записался на онлайн встречу вот здесь видно то есть человек записался кто-то там сказать поставил кто-то не оставил люди разные есть в общем ты видишь тебя человек записался на вебинар потом вот здесь вот видите есть да нет да нет если он вам г shirt shop то система говорит человек зашёл на выбирать она меняет нет надо и ты видишь что он золна губина то есть если вам не захотел на ве буду ты можно позвонить можем не звонить но когда стоит да и точно знаешь что он был на временами это может позвонить задать ему вопрос Что тебе интересно? Продукт, бизнес или ничего? Можно же это сделать? Занимает это ровно одну минуту. И вы знаете, статистика есть. Кто-то скажет, что мне ничего не интересно, кто-то скажет, что мне интересен продукт, кто-то скажет, что мне интересен бизнес. Слушай, вот чтобы мне найти такого человека, работая по классической схеме, я делал где-то около 100 звонков, чтобы одного такого найти человека, который сам заинтересован. Это проще? Это проще намного. Потому что система самоотсеивает, ты общаешься с человеком только, который заинтересован. Убираем говно из сетевого маркизера. Это будет больше удовольствия приносить? Намного больше удовольствия. Дальше поехали. Ну здесь мы видим, что человек заполняет все свои данные. Здесь он, кстати, определенным образом, мы показываем так, определенным образом, чтобы человек отреагировал, выставляет свою фотографию, пишет какие-то вещи о себе, да, то есть можно написать о себе, вот. И вот это все отражается потом на страничке. Потом, допустим, кто ныряет в социальные сети из вас? Знакомые есть? Знакомые есть? Вот, допустим, у меня тоже есть полно знакомых. А? Да. Допустим, я получил результат, я его записываю на видео, видео выкладываю на YouTube, и вот во все социальные сети, чтобы мне выложить вот этот ролик, у меня занимает это одну минуту. У кого-то есть 500 человек знакомых, у кого-то 100, у кого-то есть 1000, у кого-то есть 5000, у кого-то есть 10 тысяч. Но в итоге, можно же это расширить проживание, правильно? Потому что, к примеру, у меня там очередь, если вот, допустим, я сейчас сяду, мне нужно просто будет 2 часа нажимать, чтобы одобрить. Ну, друзей. В моем мире. Тоже я очень, ну, не всех я, ну, не со всеми дружу, я смотрю, вот визуально мне человек понравился сразу или нет. То есть, ну, интуитивно отбираю. Вот, не всех принято. Таким образом, смотрите, я записал на YouTube видео, это, оно цепляющее, оно продающее, и, допустим, 5000 знакомых одновременно об этом узнали. Будет процент какой-то, который отреагирует? Да. 100%. А если это делать периодически, тогда это будет еще срабатывать на рынке. Ну, это другие темы. Поехали дальше. Вот, теперь подходим к вопросу обучения. Знаете, что я заметил? Вот первый год в особенности. То есть, я подписал человек 15 где-то. А потом, чтобы я не делал, но группа не меняется. То есть, я вроде провожу встречи, все это делаю, назначаю людей, один подключился, двое ушли. Потом трое включились, один ушел. И, ну, что бы я ни делал, где-то около 15. Кто это переживал? Вот, а я думаю, в чем же дело? И потом я понял, допустим, одному говоришь, вот сделай, он это не сделает, а он начинает тебе вопросы сделать. Кровопийцы. 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 И ты, как человек ответственный, начинаешь ему отвечать. А он, короче, высосал с тебя всю энергию, после этого ты себя чувствуешь, ну, уставшим просто, энергетически уставшим. И у тебя просто нету сил уже, если бизнес делать. А он, ну, вроде ушел, такой раздутый, но проходит два часа, он где-то там, как воздушный шарик, окна спустил. И в итоге никакого результата нет. Ты вроде прикладываешь усилия, а результат нет. Да? Смотрите, тоже вопрос решен. Потому что, вот то, что дается в методичках, и думаю, а как вот не объяснять сто раз? А почему бы не записать, допустим, первый урок на видео? И не сто раз рассказывать, а вот, допустим, первый урок, ты ему говоришь, вот постановка цели. Открывай видео, слушаешь, потом мы с тобой разговорим. Вот второй урок, как составить список знакомых. И это все объединено в одну единую систему. И не просто объединено, а оно еще градировано. То есть, для новичка уроки, потом, человек включил два человека, но с ним надо уже о другом говорить, правильно? Так нет? Оставьте свой телефон, он не убежит. Потом, человек сделал группу 10 человек, но с ним нужно о другом уже говорить. Если, допустим, ты включил человека, у него нет такого опыта, а там есть человек с потенциалом, он с ним об этом не поговорит. Как решить этот вопрос?